Мудрость сотворения субстанций, несущих вред Мудрость сотворения змей и других вредных субстанций, несмотря на то, что человеческий разум ограничен в познании божественной мудрости, однако она обязательно присутствует, даже если мы не можем её познать, как об этом было сказано выше. Мудрость подразумевает различные грани смысла. Во-первых, испытания человека в этом мире, связанные с вредными и полезными субстанциями, что дает возможность скусить сладость наградой за повиновение и горечь и наказание в случае ослушания, ведь сама сущность творения ищет конечный итог действия. Поэтому Аллах сотворил для них зримые примеры, благодаря которым они могут вообразить то, что им было обещано, и тем самым облегчить их жизненный путь, и успех исходит только от Аллаха. Во-вторых, испытания с точки зрения разума подразумевают приучение тела к вещам, которые для него либо сложнее, либо легче. Люди же, если не имеют какую-либо ощутимую пользу в своих умозаключениях, могут прийти к различным выводам, отвлекающих их от наслаждения и потакания страстям. Перенесение подобных испытаний может быть затруднительным для тела, а отказ от них ведет к разделению, что приводит к вражде и к словесному препирательству. Одиногласие предлагает дружбу и мир. И в качестве примера этого Аллах среди своих творений создал для них подобие врагов, от которых исходит вред, и друзей, от которых исходит польза. В итоге это учит их правилам взаимодействия с врагами и друзьями. И когда они столкнутся с этим, то будут знать, какие меры предосторожности следует предпринять. Или какую помощь необходимо оказать. Детей малого возраста приучают к поклонению, обучают их хорошим манерам для того, чтобы все это было легко для них, когда они уже будут обязаны все это исполнять. То же самое происходит с божественными творениями. Аллах же более сведущий. Аллах сделал творения, независимо от их различий в полезности и вредности, аргументом существования устроителя мудрого, знающего и аргументом его единства, в качестве единой сущности, так как в этих доводах есть сходство и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. И это заключает в себе удивительную мудрость, гласящую соединение вреда и пользы, добра и зла, несмотря на противоречия между ними. Является одним единым аргументом его единства и господства. Также он создал эти творения для того, чтобы унизить властителей и царей, показать им их слабость. В противном случае они, течи своей свитой и войском, нарушали бы границы, установленные Аллахом. Ведь их власть создает иллюзию способности подчинить кого угодно, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Также размышление о вреде и пользе творений должно выявить независимость Аллаха, что он превыше всех потребностей, ведь сущность, имеющая подобные атрибуты, превыше того, чтобы извлекать пользу или получать вред, а также, чтобы стало ясно, что он от всякой вещью мощен. Но в то же время изучение сущностей, таящих вред, позволяет выявить скрытую пользу, которую творения не способны охватить. Огонь, несмотря на то, что имеет свойство сжигать, в то же время полезен для приготовления пищи. Это касается и воды, которая одновременно является причиной жизни и гибели. Горькие ядовитые субстанции содержат в себе лекарства тяжелых заболеваний. На основании этого размышляющий человек должен прийти к выводу, что субстанции сами по себе не могут быть полезными или вредными. Это ошибочное понимание. Каждая субстанция одновременно несет в себе пользу и вред, что является величайшим знамением Едина Божья. Помимо упомянутого, в этом содержатся еще два смысла. Во-первых, безграничное могущество и власть над тем, что полезно и вредно, ведет к надежде и страху. Ведь тот, кто не обладает подобными качествами, не может вершить дела. Нет смысла его опасаться или стремиться к тому, что у него, ведь его может победить тот, кто владеет ими обоими, вредом и пользой. Во-вторых, это должно служить назиданием, способствующим установлению повелений и запретов и дающих пищу для размышления над тем и другим, так как они оба несут в себе увещевание и наставление, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok